Всем привет! Женя косит траву. Траву для скотины. Это соседский лужок. Нам разрешили косить соседи у нас тут хорошие с этой стороны. Но сегодня в этом видеоролике мы вам расскажем о новых наших животных, о том какие нам сделали подарки и о новом заселении в сарай. Подарки, конечно, нам сделала Женина мама. Но очень дорогие. Так что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь, не переключайтесь. Можете и дизлайки поставить. А и пишите комментарии. Подарочек нам сделала моя мама. Кастрюльки для сыроваренья. Правда у нас еще столько молока нет. На следующий год уже будет. Это у нас кастрюля на 12 литров. Самая маленькая. Самая маленькая. Эта кастрюля у нас на 16 литров. Но это написано литр и склянь. Вот так вот, полный. А вот эта кастрюля 19 литров. Тише, тише. Склянь 19 литров. Ну да, как раз. Какие большие кастрюли классные. Несколько кост отдаю. Два дня накопил и заварил полно. Сразу заварил сыр. Классно. Два у них классные, еще толстые. Прикольно. Для индукционных печей тоже можно использовать. Короче, любые печи можно использовать. Так что будем варить сыр. Спасибо за подарок мамуле. Вот. Да, кстати, сыр варить. Я не на самом ролике говорил, не говорил. Ту козу новая, Маруська. Говорили мы, да, нет? Не, не помню. Где-то мы упоминали, может нет, не помню. Маруську, кстати, тоже мама нам подарила. Вот. Так что у нас, нам подарков наделает. Ладно, это складываем обратно. Так вот. Короче, была марта и прекратилось сыр варенье. Но я потом сниму еще сыр. Я уже с Маруськиной попробовала сыр сварить хорошо. У нас тут просто сейчас гости, гости, гости. И некогда нам особо снимать. Особенно на кухне. Потому чуть попозже. Сейчас там уже потом покажем, как сыры варим, какие сыры варим. Как это получается у Раиски. Там много на Ютубе всяких разных рецептов. Ну, мне больше всего нравятся Раискиные сыры. Ой, нахвалишь сейчас, нахвалишь. Ой-ой-ой. Вот такой подарочек у нас. Ну вот, короче, наш сарай. Уже показывал, крышу сделали, все сделали. Сейчас здесь прохладно, хорошо утеплее. Как в термосе. Короче, за нас тут прохладно, а это прохладно. Что мы будем сейчас делать? Сейчас будем замазывать швы. Для швов замазка у нас будет эта краска. Вот у нас старые там краски кучи. На данный момент черная краска с цементом. Сейчас мы ее разведем до кашицы. И будем замазывать. Ну и походу сейчас покажу, как что. Замазываю и объясню. Краска разводится. И вот так вот все это забивается. Становится герметично почти. Не знаю, на сколько хватит, на сколько хватит. А там видно. Закрыл клеточки. Козы по клеткам прыгают. Все сено сожрали у кроликов. Засранцы маленькие. Нате, вам жрите тоже. И вам, Нате. Вот так вот съем. Сено. Сено любить, я знаю. Ладно. Пойдем. Сейчас дальше кормить всех. Загнали их. Козлов уже в новый сарай. Вот сюда вот. Отдельно. Пока месть поставили им. Заколотили вот так все. Потому что они вылазят. Ну в эту дырку не вылазят. А вот в те дырки высказывали. Поэтому все заколотили временем. Но это для больших коз сделано. Чтобы они все наели. А маленькие вылазят. И здесь кормушку заколотили. Вот. Начал разгораживать остальные стайки. Сейчас разгоражу. И там что получится. Вот. Рейска им солонец принесла. Не залазил. Да вон в дырку засунется. Бросил. Да и все. Что-то. Ленка все время вон там в углу спит. Это кто такой тут прыгает? У нас тут ЧП произошло. Короче. Видите у нас три индюка осталось. Два индюка сегодня утром сдохли. Не знаю почему. Просто пришел утром. Лежат два трупика рядышком. Один к одному. Не покусаны. Ничего. Просто. Просто сдохли. Почему не знаю. Рейска там кормит кроликов. Этих загнали. Твари уже показывал. Ну вот. Почему они могут сдохнуть индюки. Не знаю. Стоит Рейске только выйти на улицу. Они сразу к ней все. Они как к мамке. Что к папке пришла да? Да. Оба на. И за ней все гуськом. Вон она побежала. Оба на. Оба на. Да. Мои маляки. Мои маляки. Мои маляки. Мои маляки. Мои маляки. Мои маляки. Но сейчас так и буду стоять. Сейчас пока они отлетутся. Эй. Ме. Не. Не, не хотят. Вот так вот бегают. Постоянно за ней. За Рейской. Мои. Мои. чтобы не поранились на это торнадо какие-то они козы он страусы бегают 3 штуки бегать до сих самое главное котлета прибежал вот что у нас получается сразу хочу сказать надеюсь на вашу ну критику может быть а может быть не критику какие-то подсказки ваше мнение классно хорошо не хорошо как получается обязательно пишите потому что нам нравится читать ваши комментарии ну и так же это продвигает наш канал пишите обязательно ставьте лайки дизлайки вот сейчас я вам коротко расскажу что у нас получится вот две стойки собрал или два стоило два стола на она собрал получается у нас вот такие вот стоило здесь сенник проходит здесь у нас 12 сантиметров пролазит только шея под голову будет выпиливаться чтобы голова пролезла примерно до сюда выпилиться вот так вот здесь вниз вниз-вниз ну это сейчас обойду покажу короче она стайка примерно метр семьдесят на два с половиной ну в среднем три козочки здесь можно стоять да тоже метр семьдесят на три с половиной он на метру 70 на два с половиной извиняюсь это смерть на 2 с половиной примерно 3 lives чки могут стать вот здесь у нас будет козел стоять козла еще нету ну когда будет козел тогда будет стоять вот получается вот до сюда видно там черта чистки и вот до сюда это у него получается метр 10 на полтора ну позвонил спросил человека говорит для козла этого за глаза места хватит вот здесь будет стоять у нас козел здесь у нас большая стайка будет возможно под 4 козы даже посмотрим там как получится здесь у нас она будет два с половиной на два с половиной примерно чуть поменьше 230 помню 220 220 дополнен на два с половиной 220 на два с половиной вот потом ну здесь тоже у нас планируется еще одна стайка где-то метр семьдесят также на два с половиной только она будет вот вот досюда вот до вот этого столба до из между столбом и вот этим будет сенник как вот там сделан сенник здесь будет сенник и здесь еще одна будет стайка и того у меня будет четыре стоило точнее стайки стоило 1 2 вот это вот 3 и 4 и одно стоило для козла вот здесь если не будет козла то это будет как бы ясли маленький рассадник сюда можно будет инфракрасной лампочки повесить козлята родились все накинули сюда поместили вот далее что у нас еще сейчас покажу вот что у нас сенник получается вот получается вот такой вот сенник казалось бы узкие обычно рекомендуют 80 сантиметров делать здесь у меня примерно 50 сантиметров рабочая площадь но почему так зато у меня вот эти отверстия где они будут рисовать головы они смещенные в шахматном порядке поэтому я думаю что в принципе это нормально будет для них потом что еще вот здесь будут кормушки получается где кормушки там расстояние 15 сантиметров голова пролазит полностью потому что с кормушки зерно они зерно они вытянут вытянут не смогут ну они набрали в рот и жую это не сено сено они тягают и раскидывают поэтому кормушки будут 15 сантиметров это нормально сразу голову просунула надо поела и все и также здесь единственное что я думаю вот это корму вот эти кормушки наверное будут высоковаты но там посмотрим как там будет может быть переделать хотя у меня здесь полка будет к этой стене может быть и нормально будут кормушки посмотрим короче вот а здесь я сделал кормушки чуть чуть пониже чуть пониже здесь тоже закроется цсп вот так вот сюда 30 сантиметров да кстати вот здесь тоже 30 сантиметров цсп закроется и сюда положится лист цсп вот сюда чтобы здесь под низом можно было котофеем бегать если чего мыши ловить вот здесь цсп положится вот так вот пришлется 30 сантиметров цсп а здесь прорежется для чего вот это нужно чтобы они здесь не щипали сено они здесь начнут щипать и на опять же там будет мусор а так цсп заложится все на чуть пониже сделается и получится им придется в любом случае голову сюда засовывать и отсюда брать сено а здесь кормушки тоже вот закрыта и на это цсп будут вешаться кормушки кормушки будут сделаны наподобие как у кроликов потом отдельное видео покажу как я буду делать кормушки это все будет в процессе пока ведерки там еще как-то пока так вот ну пока наверное вот эти вот стайки соберу здесь доделывать не буду потому что здесь у нас будет пока мисс может быть все на сюда занесу и бочки поставлю потому что сейчас времени хватает да и у нас нету столько головку а там дальше видно будет вот повторюсь сюда может быть занесу сено вдоль стены бочки зерном поставлю вот эти пока стайки собирать не буду здесь у нас тоже пока не знаю чего будет может быть если все нормально будет поставлю раковину ну какую-то емкость для воды не знаю там либо может быть скважину сделать короче ладно там походу уже будет видно там бегают наши лошади кони кони лошади да бегаете бегаете хорошо здесь сейчас раздолье бегать можно вот как то так еще раз пишите свои комментарии хотя бы пару слов на напишите нам интересно приятно читать мы хоть понимаем что мы не зря это снимаем ну и также помогает продвигать наш канал ладно я буду дальше заниматься делать ну соответственно все дальше будем показывать снимать козла предлагают на козел он не родственны с ними нет нет от другой занески ну что занески не знаю приехали за козочка это короче получается доча нашей марушки вот марусина доча но она такая крупненькая хотя мартовская у нас мартовский поменьше вот у нее острые рога видишь и длинные у наших короткая рога на вот лучше бы они не разлиже да вот же мы обезрожим мы сразу поехали термо каунтом обезрожили нашу а есть ленка у нас я тоже думала говорю если чё говорю оставлю вдруг надумал резинки говорю это куплю эту штуку говорю надену резинки а у вас так коза была тоже рогатая она была рогатая но ей прям вот прижигали на термо каунтом делала но посмотрим резинки я не помню во сколько там в резинки оденем допустим вот отвалится рога после трех месяцев на посмотрим его статор то у нас есть резинки есть как бы в принципе а то и прямо и там что-то недельный возраст что и да там от пяти до десяти дней 5-10 дней потому что потом они начинают расти они потом уже плохо обезроживать но у нас тоже да вот одно обезрожие занят она на за на нубийская до 50 на 50 у него один рожок тоже подрастает как бы ну не критично во всяком случае не бодаться не будете а это там наверно потом еще не жирогов нет и ушами но на него но нас короче строптиво на не дается толком дается брыкается кинается у вас он не бракал я ее про за шейник привязывал прямо поплотнее вот к этому прям вот так к кормушке чтобы она вот у меня никуда потому что она может стать и уйти да 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 у нас она не плотно получается а это у вас дворик маленький да говорит и где козлята по сути ну вот он половина а пол вот этого двора то у нас получается еще шикарно для мира у нас там и сара сейчас построили огромный и высокий светлый ну вот что у нас получается примерно вот такая вот формушка вот так они тут хомяч оттенцы да здесь у нас получается котлета и три козочки которые козочки будут стоять это катя ромашка и розочка они здесь будут им потом сделаем тоже такой настильчик вот только когда стене чтобы они окошко нам не вышибли чего моя козочка моя козочка моя козочка и здесь вот три козочки это получается как ее зовут ленка да наша марушка вот она на марушка маруся здорово это маруся мару козюлить к козюлить и забава ее доченька маруся на дочь он до забавка вот короче говоря вот так вот они стоят вот такая вот у нас сенная кормушка получилась забава он хомячит ой марушка хомячит кору ну все они там все не ковыряются вот такой вот ствола получается да классно сейчас мы здесь приберемся вот на мусорили маленько инструменты соберем шустрых здесь у нас играется тема я девочка контролирует ладно так вот тут для забавы сделать для марушки сделали такой вот своего рода станочек что ли временно вот здесь будет решение цепляться вон там лапу копыта точнее ну сюда корма насыпем это конечно это можно и сюда в ведро насыпать это нас высохло с подкраски что-то они опять там душатся что ли ладно я него он вдвоем одну дырку залезли видишь и дышать им тяжело сейчас я перегоню переставлю он весь настил в решетку для чего и упали и это будет досочка вот такой вот козлятец недоделанный вот р